Украины и очень здорово бежали в квалификационном раунде и в полуфинале итальянцы, ну, стопедов 4 по 400. Ну что ж, ждем первый выход в сектор Татьяны Колодовичи. Кстати, соперником у нее будет как раз-таки Анна Хацко-Федусова, спортсменка из Украины. И вот у Тани, скажем так, для начала стоит задача как можно глубже отправить ванише основных конкурентов, я имею в виду украинцев. Для этого надо в первую очередь вот одержать победу в этой мини-дуэли против Анны Хацко-Федусовой. Надо сказать, что за исключением той золотой попытки, я имею в виду матч за 5-6 место в квалификационном раунде, не сказать, что очень здорово получается все у Тани Холодович, но давайте вспоминать про ту попытку на 64 метра 37 сантиметров. Это действительно такой гроссмейстерский результат, с ним не стыдно показаться и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира. Даже в компании сильнейших я уже не говорю про квалификационный раунд. Так что то, что вот здесь на Динамо Тань может выполнить хорошую попытку, мы это уже видели. Осталось только, чтобы вот эти самые метры и сантиметры, далекие, оказались ей посильнее, наверное, в главном матче вторых европейских игр. Итак, ждем Татьяну Холодович. Пока мы видим Анну Хацко-Федусову, разбегается Татьяна Холодович. Татьяна Холодович, Копьё летит, и куда она прилетает за 60. Это понятно, что за 60, но такой бросок тоже немножко рискованный. И видите, по реакции Татьяны Холодович, она понимает, что была-была рядышком с тем, чтобы получить незачетную попытку. О, опять же, Копьё улетело к границам сектора. Если бы вылетело за пределы, то это был бы незачем. А так, ждем, куда там Копьё улетело. Какой результат показала Татьяна Холодович. 62 метра, 46 сантиметров. Очень и очень и неплохо. И надо отвечать Анне Хацко-Федусовой. У нее в сезоне всего лишь только 59-13. В карьере-то было и подальше. Бывало 67 метров 29 сантиметров. В свое время в 2014 году отправила Копьё Анна Хацко-Федусова. Кстати, это является национальным рекордом Украины. В сезоне так еще она не выполняла попытки. А так далеко Копьё у нее не летело. И сейчас не летит. Мы видим, что до 55 метров не долетает. Там где-то 52 с половиной, ну, может быть, 53. А вот такая попытка украинки. И таким образом Татьяна Холодович очень серьезную заявку делает на то, чтобы выйти в суперфинал. Мы сейчас, кстати, показали, когда приземлилось Копьё, балкон у нас есть такой между двумя ярусами. Потом наполняемостью стадиона, что прямо сейчас на глазах. Мало того, что люди сидят на своих местах, у нас еще есть между первым и вторым ярусом такой проход, специальный балкон, по которому можно вокруг стадиона ходить. И сейчас, мы вот смотрим напротив нас, он как раз находится, люди стоят даже в этом проходе на балконе и болеют. Они не сидят, нет, скорее всего, мест, может быть, там удобно, но полностью еще занято по периметру стадиона людьми. Ну, стадион полностью оккупирован болельщиками, свободных мест нет. И вот эти самые балконы тоже под завязочку забиты. Аншлаг на Динамо, а мы смотрим, куда там Копьё улетит после попытки Аники Фукс. Спортсменки из Германии где-то в район 58, а может быть, 57,5 метров. До 60 не долетела Копьё, но неплохая попытка. Я напомню, что персонал бест у нее 62,36. В этом году она. И вот он появился 57,94 метров. 57,94, практически 58 метров у Аники Фукс. Дальше отвечать ей будет чешка. Ирена Седева. Ирена Седева, напомню, что на этом стадионе уже имела попытку на 61 метр. Да, 61,27, кажется. Вот такая была у нее попытка в полуфинале. Так что она готова соперничать с немецкой метательницей. Но проигрывает Седева, проигрывает немки. Видите, Копьё улетело, как говорят в таких случаях, к воробьям. Сейчас нам показывали лидера сезона. Да, Николу Агротникову. Чешскую спортсменку, которая принимала участие в первой провинционном матче. Но сейчас уступила свое место своей подруге по команде. Ну, дело в том, что она уступила по результату. В квалификации у Агротниковой до 60 копьё не долетело. У Седева было 61,27 в полуфинале. Поэтому, ну, понятно, надо было выбирать чешским тренером. Они выбрали Седеву. Но, увы, пока прогадали. Потому что свою мини-дуэль чешка проиграла. Фукс. Видите, результат 56 метров, 20 сантиметров и 3 очка. Вот падают в копилку команды Германии в этой группе. Что у нас дальше? Дальше у нас Хацко Федусова против итальянки Сары Жимаи. Но для украинки тоже такой момент тревожный. Два метра у них разница между результатами, показанными в этом сезоне. Но я ещё раз повторяю, что это финал, это эмоции, это очень большое давление на спортсменов в плане того, что им нужны очки в команде. Поэтому здесь нервы могут пошалить у кого-нибудь и попытка просто-напросто не получится. Ну, я скажу, что здесь попытка, в принципе, такая рабочая, невыдающаяся. До 55 копьё не долетело. Но Жимаи на этих соревнованиях в Минске тоже ничего блестящего не показало. Заоблачных результатов не было в её активе. Там в районе 50-51 метра. Вот такие все её были попытки и в квалификационном раунде, и затем в четвертьфинале, и в полуфинале. Так что для Жимаи задача очень сложная. 54-64 для неё это, ну, скажем так, многовато. Хотя она в этом сезоне имеет результат 57-17. Ещё раз говорю о том, ну, просит поддержки, может быть, поддержка наших зрителей ей поможет. Ну, опять же, давно она показала этот результат 57-17 только на старте сезона. Вот дальше у неё не очень всё хорошо складывается. Не так разбег, попытка, и куда летит копьё? Нет, проигрывает, конечно же. Проигрывает она Хацко Федосова. Результат будет в районе 40-49 метров, я думаю. Таким образом, украинская спортсменка будет бороться за четвёртое, за третье-чётвёртое место. В любом случае она не опустится ниже, не поднимется выше. Сара Жимаи, видите, готовность этой итальянки. 51 метр, 61 сантиметр. Ну, сейчас холодовище. Против Жимаи ещё заключительная дуэль. Но, ещё раз повторимся, ну, прекрасно все понимают, что Жимаи слабее, нежели Татьяна. И даже при условии незачётной попытки Тани и зачётной попытки Жимаи, она, ну, уж точно, я имею в виду итальянку, до 62 метров копьё не отправит. А это значит, что вот даже если сравняется по количеству очков девушки, по лучшей попытке в этой группе победу одержит Татьяна Холодовича. Это значит тот самый момент, момент, когда, а можно попробовать, не оглядываясь назад, попробовать рискнуть. И результатом давленуть кем на спортсменов, на своих соперников. Седева, она уже одну дуэль проиграла, поэтому сейчас надо стараться. Где-то под 59 метров отправляет она копьё. И для француженки, для Алексии Когут-Кубяк, конечно, очень серьёзная задача будет, потому что в сезоне у неё лучший результат был 53-75, ну, сейчас вот у Седева 57-28. А лучший результат в карьере у Когута 57-85. Ну, вот по лучшему результату в карьере отправлять копьё, дабы обогнать Ирену Седеву. Так что Чешка тоже очень близка к тому, чтобы выиграть свою подгруппу, выиграть дуэль. Ну, насчёт подгруппы не знаю. Всё-таки у Фукс 57-94 в лучшей попытке. Поэтому такая же ситуация, кстати, как и у Холодович. Фукс даже при условии, если проиграет Когут-Кубяк, а видите, выполняет попытку француженка, и вряд ли вот буквально за 10 минут вдруг зайдут на неё суперсилы, и она отправит копьё. Но здесь всё понятно. Даже вот просто по общему впечатлению, по данным физическим кондициям, прекрасно понимаем, что 57-94 вот в этой последней дуэли Когут-Кубяк против Фукс француженка так копьё не отправит. А это значит, что Аника Фукс с огромной долей вероятности, практически стопроцентной долей вероятности, выиграет свою группу и будет соперником Татьяна Холодович по суперфиналу. Зато за третье-четвёртое намечается очень интересная дуэль между Украинкой и Чешкой. Для командной борьбы, я думаю, что это лучший вариант, который был возможен в этой группе. Я напомню, что наши непосредственные соперники – это сборная Украины и Чехии. Они будут бороться за третье-четвёртое место. Соответственно, за 8,6 очков. Итак, попытка Сары Джимаи. Неплохо за 55, а вот так. Для неё это, конечно, очень хороший результат. И я сейчас думаю, сжимая, просто сама себя спрашивает, где же была такая попытка в предыдущей дуэли? Вот этих 55 схватило бы, чтобы обойти Хацко Федусову. Тогда у украинке было 54-64. По-моему, Сергея Иванова и по результату обходит. Ну и сейчас, кстати, чтобы украинка в итоге оказалась на третьем месте, а не на втором в этой группе, Татьяна Холодович просто должна заступить. И тогда по лучшему результату белорусские будут первые. Первая будет белорусская. Второй станет тогда итальянка, а третий будет украинка. Вот этот момент, кстати, настолько интересный. Подсказали ли Танев? Конечно, проигрывать специально не хочется, но попытки Татьяны Холодовича зависит место команды украины в группе. Вот это попытка, друзья! Ну как, как нельзя не радоваться? И мы согласны с президентом нашей страны. Только так можно оценить попытку Татьяны Холодовича. Да бог с ней, Хацко Федусовой. Пускай сражается за третье и четвертое место украинка. Самое главное сейчас это то, что показала Татьяна Холодовича. Татьяна Холодовича 67-22! Это фантастика! 67-22! Это для Тани лучший результат в сезоне. Всего лишь 18 сантиметров она проиграла лидеру европейского сезона Огородниковой, чешской спортсменке, которая здесь присутствовала. Но вот показали и тренера, Аксенчука, Леонид Митлевича. Я про Таню говорил, что в прошлом я говорил, что она уроженка города Пинска, представляет Брестскую область. Очень много болельщиков приехали. Приезжают в Брестскую область специально за Таню поболеть. И видите, что ей это помогло. Но знаете что? Впереди нас ожидает финал. Еще одна попытка у Татьяны Холодовича. Она из той категории спортсменов, которая, если удалась попытка, она добавляет. Ух, прямо дух захватывает, чего мы можем ожидать у Татьяны Холодовича. Пока же она увереннейшим образом занимает первое место в своей группе. Перевыходит суперфинал, а мы, конечно же, с нетерпением ждем ее выхода в сектор в финале. Пока же давайте смотреть. Так, Алексия Хогут-Кубик, ее попытка, ну опять же, невыдающаяся. 51 метр, 54 сантиметра. И в любом случае она остается на третьем месте. А группу выигрывает Аника Фукс. Поэтому именно с немкой будет сражаться за победу Татьяна Холодович. Украинская спортсменка будет бороться за третье-четвертое место с чешской спортсменкой. И наша итальянка Сара Джимай будет бороться с француженкой за пятое-шеестое место. А у нас, напомню, после трех видов вот такая история. Первое место была Украина, 32 очка. Ну, вот Кацко Федусова будет за третий-четвертый. Это максимум 8. Ну, так, ее виртуально 8 добавим. А Татьяна Холодович, 24 очка в сборной Беларуси. Ну, минимум 10, то есть это 34. Но мы думаем о лучшем. Так, а что у нас там произошло в итоге? Расстроенная Аника Фукс. Чего же расстраивается? Ну, проиграла дуэль, но она-то в любом случае первая. Ну, видите, это как раз-таки та ситуация, когда спортсмены не до конца просчитывают ситуацию. То есть здесь тренеры должны подсказать. Ну, а у нас... У нас готово очередное флеш-интервью. Слово Геннадию Войтовичу. И, я так понимаю, Настю Мирончику Ивановичу. Слово Геннадию Войтовичу.